Друзья, давайте поможем Максу в развитии его канала. Он поставил цель к Новому году набрать 2000 подписчиков. Давайте поможем осуществить его мечту. Осталось совсем немного. На его канале вы увидите разбор, тренировок, питание, а также получите нереальный заряд мотивации. Также Макс снимает свою повседневную жизнь, где он ставит цели и достигает их. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сейчас я вам покажу упражнения, которые прокачают абсолютно все ваши мышцы в домашних условиях. Без штанги, без гантелей и другого железа. Нам понадобится только полотенце, но сразу же хочу сказать, что вы не наберете огромную массу, как у Шварценеггера. Это поможет вам только поддерживать ваши мышцы в тонусе, ну и стабилизировать их, естественно. Ну что, погнали, ребята! Первое упражнение у нас на ноги. Это глубокие приседания. Их нужно делать 3-4 подхода по 30-50 повторений в каждом подходе. Приседания должны выполняться максимально глубоко и максимально эффективно, чтобы вы чувствовали свои мышцы. Следующее упражнение на грудь. Это отжимания широким хватом. Обязательно в этом упражнении нужно делать на максимум. Достаем поло грудью. Делаем очень медленно. Не нужно делать быстро. Делаем также 3-4 подхода по 12-15 повторений. Если вам слишком легко, то можете накинуть портфель с грузом на спину. Следующее упражнение наверх груди, переднюю дельту. Ставим какой-нибудь стул и отжимаемся в виде домика. Делаем упражнение медленно. Стараемся касаться подбородком пола. Делаем опять же 3-4 подхода по 12-15 повторений. Следующее упражнение на трицепс и грудь. Это отжимания узким хватом. Обязательно нужно делать на полную амплитуду. И так же делаем 4 подхода по 12-15 повторений. И опять же, если вам легко, накидываете дополнительный вес на спину в виде портфеля. Следующее упражнение на трицепс. отжимания за спиной от стула. Также делаем на полную амплитуду, делаем 4 подхода по 12-15 повторений. Опять же, если вам легко, накидываем портфель на грудь и выполняем с портфелем. Следующее упражнение на спину – это тяга с полотенцем. Принимаем положение лежа на животе, напрягаем наши мышцы полностью с помощью полотенца. Когда мы тянем вниз, мы должны максимально сократить наши мышцы спины. Делаем 4 подхода по 12-15 повторений. Следующее упражнение на ягодицы. Поднимая таз, вы должны максимально сокращать ваши ягодичные мышцы, опять же, с помощью полотенца. Делаем 4 подхода по 12-15 повторений на каждую ногу. Следующее упражнение на спину – это тяга полотенца сидя. Это упражнение заменяет тягу штанги в наклоне. Делаем 4 подхода по 12-15 повторений. Делаем медленно, обдуманно, чувствуем мышцы. Следующее упражнение – это на среднюю дельту, махи с полотенцем. Уверен, не каждый сможет прочувствовать среднюю дельту этим способом. Но все равно постарайтесь, попробуйте сделать, может получиться. Делаем 4 подхода по 12-15 повторений на каждую дельту. Следующее упражнение на бицепсы и предплечье – это подъемы ног с полотенцем. Как вы поняли, это упражнение заменяет подъемы штанги. И делаем тут 4 подхода по 12-15 повторений. Стараемся прорабатывать каждое волокно. Ну вот и все, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, или вы новичок, зашли только. Подпишитесь на канал, пожалуйста, тут крутые видосы выходят. А так, опять же, спасибо за внимание. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok